Здравствуйте, уважаемые коллеги! Великий кормчий Мао Цзэдун говорил, чтобы научиться плавать, нужно броситься в воду. По этому поводу есть одна такая забавная история, но это скорее шутка, анекдот. Один товарищ рассказывал, однажды отец решил научить меня плавать. Когда я был совсем маленьким, он вывез меня в лодке на середину реки и столкнул в воду. Но я выплыл, сумел добраться до берега, пошел в милицию и написал заявление на отца. Вот так отец научил меня писать. Есть в нашей стране один такой замечательный человек Владимир Филиппович Базарный. Он и педагог, и врач, доктор медицинских наук. Вот его концепция, и только концепция, и практика, так называемая здоровье сберегающей школы. Он специально исследовал те условия, в которых учатся дети, от чего у них портится зрение, осанка, там и прочие-прочие вещи. Ну и в том числе и педагогические аспекты, развитие мозга. Он очень много разработал, считается экспериментальной школой. Хотя, в общем-то, давно пора все это внедрить везде. Ну, в школе Базарного запатентована парта Базарного. Там наклонная крышка, как мы когда-то в первом классе учились, неплоские столы, как раз нужный угол зрения. Там на потолке нарисованы разные фигуры, их нужно взглядом обводить, чтобы глаза не устали. Часть урока дети сидят за этой партой. Она может раздвигаться, и часть урока у нас стоят как за конторкой. То есть, главный принцип не усади. Не усади, не заставляй ребенка в целый урок не шевелиться там, не прыгать, не бегать. То есть, именно постоянно движение. И вот там обучают письмо именно, как мы когда-то в первом классе, чернилами, чернилной ручкой, с нажимом. Это не просто формирует красивый почерк. Кстати, никогда это не получалось. Почерки у нас потом свои, индивидуальные. Но это совпадает с ритмом мозга, сердца, формирует нужные нейронные связи. И вот это гораздо полезнее, интереснее, чем учить азбуку по ноутбуку. А к этому сейчас в мире все очень хорошо идет. Продолжим разговор о ценностях Таллиннской школы-менеджера Тарасова. Фед Тарасов в своей концепции не только на своем опыте формировал, но и изучал древние военные трактаты древних китайских полководцев. И оттуда брал некоторые принципы и, собственно, называл или формулировал почти как перевод с тех китайских трактатов. Они хорошо вложатся на современное управление. И вот одна из ценностей звучит именно так. Приблизься к оленю и попадешь. То есть, чтобы подстрелить оленя, ну, издалека стрелять бесполезно, скорее всего, промахнешься. Близко подойти олень не подпустит, он зверь осторожный. А вот есть какая-то золотая середина, вроде и стрелять уже можно, и олень еще не убежит. Вот приблизься к оленю, тогда попадешь. То есть нельзя, скажем, предусмотреть все, узнать всю информацию о каком-то событии о человеке, о каком-то предстоящем там совещании, какой-то конфликтной ситуации. Но собрать ее надо максимально, приблизиться к этой информации, и вот тогда, скорее всего, какой-то успех у вас придет, более вероятно, чем когда-то на скидку, там, на авось надеяться. Приблизься к оленю и попадешь. Уважаемые коллеги, у нас у всех в кармане сейчас лежит такой предмет повседневный, как шариковая авторучка. Мы к ней давно привыкли, а ведь были времена, когда в школе даже не разрешалось писать в первых классах шариковые ручки, ему почерк портят и так далее. Но эта вещь довольно древняя, это у нас, может, в Советском Союзе, она в конце 60-х годов стала развиваться, помню те времена. Изобрел ее американец Лаут, еще в 1885 году запатентовал. А вот где-то в 1938 году венгер Ласло Биро своим братом, они работали в Аргентине, он был журналистом, ну, усовершенствовали ручку, даже называли производство, и с тех пор она широко пошла по миру. Но, как всякое новшество, не очень это люди ее покупали, но, как ни странно, им заказала британские военно-воздушные силы, большую партию, то шариковая ручка, в отличие от чернильной, на большой высоте давление меняется, она не протекает, как чернильная. Вот летчики стали это использовать, и ручка широко пошла по миру. Потом кто-то там смухлевал, тоже из американцев, патент, у них срок действия кончился. Ну, в общем, украли идею, ну, теперь у нас у всех есть. А вот я помню времена, когда шариковой ручкой, не только не решалось писать, но это была вещь такая, не то чтобы редкая, вот стержень, там где-то паста находится, их не просто выбрасывали, специальные пункты были, куда приходили, и ее снова заряжали пастой. Стержень не покупали. А сейчас такая-то вещь, что я даже не знаю, сколько она стоит. Потому что постоянно где-то на конференциях вручают эти ручки, ее постоянно теряешь, они все практически стали одноразовыми. Вот, ну, видите, 38-й год, и вот до сих пор эта вещь существует. И вроде как уже и первоклассники пишут, и другое дело. Вот, ну, в связи с ручками стали вообще списаниной. Вот такая интересная вещь, сейчас такую байку рассказывают, что вот когда хотелось полет в космос, ну, американцы догадались, что ведь шариковая ручка не будет писать невесомости. Там нужна сила тяжести. Вот, и тогда они, якобы, там чуть ли не сто, ну, не сто, там, 10, там, 6 миллионов долларов потратили на то, чтобы разработать ручку для астронавтов. И вот ей там писали, их сделали несколько штук. Но это не совсем так. А, еще Гагарин писал карандашом в бортовом журнале. Но космонавты все-таки пишут шариковой авторучкой, действительно, специально приспособленным для невесомости. Вот, но она не стоит, конечно, там, не 6 миллионов, в конце раз дешевле. Изобретают ее американец, фамилия Фишер. И даже наш Роскосмос такие ручки у них покупал для наших космонавтов. Так что шариковая ручка с 19 века, через 38 год и в 21 веке уже там, на орбите. Очень интересный и полезный предмет. Знаете, коллеги, я вчера перенес большое потрясение. Для меня просто рухнул мир. Я зашел в автобус, сел и посмотрел напротив. Сидел молодой человек и читал книгу. Да, в наушниках, но он читал книгу, не планшет. Книгу, Карл. Эта книга была Оскар Уайльд. Потом я вышел из автобуса, вошел в учебное здание, сдал пальто в гардероб и пошел к двери. А там впереди меня идут два студента. Вдруг они неожиданно остановились. Я тоже остановился. Оказалось, мне в дверях девушек пропускали. И девушки даже сказали спасибо. Этот мир для меня рухнул. Что-то случилось. Продолжим разговор о наименованиях Казанских улиц. В самом центре Казани есть такая улица, еще старинная. Называлась она Старогоршечная когда-то. Сегодня это улица Бутлерова, поднимающаяся от кольца вверх. Но сейчас она обновляется, много новых домов появилось. Но в то же время там интересные есть сооружения, здания старинные действительно. Улица Бутлерова. Сам Александр Михайлович Бутлеров в виде памятника сидит возле Ленинского садика. А кто же такой Бутлеров? Вернее, история уходит еще дальше. Кто его были предки? Дело в том, что когда Иван Грозный собирался брать Казань, известная всем история, он нанял розмысла. Тогда на Руси не говорили слова инженера, еще ее не было, а розмысл. Этот розмысл был по фамилии Батлер англичанин. Он его пригласил, нанял. Батлер руководил строительством подкопа, рассчитал пороховой заряд и взорвал Тайницкую башню. И туда ворвались в пролом конники Ивана Грозного, Кахимовские татары. За эту услугу Грозный его пожаловал земли в Чистопольском уезде. Там и сейчас есть деревня Бутлеровка. Батлер, его фамилию на русский лад переделали в Бутлера. Потом его потомки стали Бутлеровы. И вот Александр Михайлович Бутлеров, великий химик. Он, собственно, отец был офицером, родился в этой Бутлеровке. И в детстве его отдали учиться в пансионат в Казани. А он уже тогда с детства увлекался химией. Однажды что-то взорвал. Его утром вывели в столовую с позорной табличкой на груди «Великий химик». И поставили перед воспитанниками вот баловник какой, «Великий химик». С иронией оказалось, так и есть. Великий химик, основатель теории структурных химических соединений. Он был ректором дважды, казалось, университетом. Но не очень охотно исполнял эту должность. Все-таки больше учен был только наукой. Потом перешел в Петерский университет работать. Поставил здесь свою химическую школу. Мы помним его, потому что его памятник всегда встречает студентов университета. На остановке транспорта. Александр Михайлович Бутеров. Улица Бутерова.